Макрон готов использовать ядерное оружие Франции для защиты от России. А еще он назвал условия, при которых Париж решится отправить свою армию в Украину. Расскажу об этом через мгновение. Тем временем ряд стран заявили о поддержке инициативы президента Франции и обсуждают отправку военных НАТО в помощь Украине. Союзники Киева размышляют над планом, который приведет к проигрышному исходу России на поле боя при любом решении Путина. В чем заключается идея, узнаете далее. Страны-союзники одобрили удары их вооружением по объектам внутри России. Но не оружием единым Киев собирает глобальный саммит мира для того, чтобы решить, как давить на Путина для прекращения войны против Украины. Почему это мероприятие очень раздражает Кремль. Мы знаем, что нет смысла находиться с Россией за столом переговоров, если вы не можете обеспечить добросовестность ее действий за этим столом. Вы смотрите телеканал Freedom. И прямо сейчас анализ ключевых событий в проекте «Все так однозначно». Президент Франции Мануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова использовать ядерное оружие для сдерживания россиян. Ряд стран НАТО в свою очередь поддержали идею Макрона ввести войска в Украину. А также Киев получил оружие от партнеров с разрешением бить им по России. Но что же случилось? Почему украинские союзники, вопреки постоянным угрозам России, так радикализировались? Почему Макрон и даже Шольц перестали думать над тем, что может не понравиться Путину? Ведь в начале полномасштабной войны, если вы помните, Запад даже боялся отправить танки Украине. В начале полномасштабной войны Путин действительно рассчитывал захватить Украину за 2-3 дня. Все потому, что он был уверен в том, что Украина не станет сопротивляться, а Запад проглотит оккупацию целой страны. Как это было с оккупацией части территорий Грузии в 2008 году, как это было с оккупацией Крыма в 2014 и последующим захватом территорий Донбасса. В 2022 году Запад увидел, что Украина не сдастся. С оружием или же без него. Тогда в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский на предложение об эвакуации ответил той самой известной фразой, которая отражала настрой большинства украинцев. Мне нужно оружие, а не такси. Кстати, мы как-то все подзабыли, как российская пропаганда в первые месяцы большой войны врала о том, что украинская власть сбежала из страны. Но сейчас не об этом. Довольно быстро, но недостаточно решительно, Запад решил помочь Киеву, когда увидел стойкость украинцев. Со временем количество военной помощи увеличивалось. Десятки так называемых «красных линий» Кремля одна за одной стирались, но оставались еще попытки убаюкать Путина. Путин понимал, что его угрозы работают. Каждая угроза мешала Украине получить необходимый для защиты тип вооружения, необходимое количество боеприпасов, ввести необходимые жесткие санкции против российской военной машины. Но тактика умиротворения агрессора не сработала и не работала никогда. Такая же тактика привела к другой кровавой войне, Второй мировой. Именно отсутствие адекватного жесткого ответа агрессору и приводит к войнам. Тот ужас, что сейчас происходит в Украине, не случился бы, если Путин получил по рукам еще в Грузии в 2008 году. Абсолютная безнаказанность для Путина привела к полномасштабному вторжению России в Украину в 2022. Теперь же то, что еще совсем недавно казалось чем-то невозможным, сегодня активно обсуждают украинские партнеры. Все больше стран НАТО поддерживают идею французского президента Эммануэля Макрона о вводе войск в Украину. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Daily Mail высказался о предложении Макрона. Он заявил, В конце концов, часть сдерживания это двусмысленность, чтобы противник думал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски. Он заставляет всех догадываться. «Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать», – сказал бывший глава Минобороны Великобритании. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал идею отправки войск НАТО в Украину. По его мнению, это Путин должен бояться украинских союзников, а не Альянс бояться Путина. «Присутствие сил НАТО в Украине не является чем-то немыслимым, и я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона», – заявил Радослав Сикорский, как сообщает официальная страница польского МИД. Министр иностранных дел Финляндии Линавал Тоттен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был прав, заставив Россию догадываться о границах поддержки Украины со стороны западных стран. Об этом она сказала в интервью Financial Times. «Зачем нам, особенно не зная, куда заведет эта война и что будет дальше, раскрывать все свои карты? Я действительно этого не знаю», – сказала министр иностранных дел Финляндии Линавал Тоттен. И другие страны, соседствующие с Россией, тоже готовы поддержать предложение Макрона. «Не исключает отправки солдат в Украину эстонский премьер Кая Калос, а президент Литвы Гитанос Науседа призвал страны Запада отказаться от рисования красных линий и заявил, что поддерживает вот войск стран Альянса на территорию Украины». Его слова цитирует ЛТР. «Я приветствовал идею направления миссий на украинскую территорию и считаю, что мы должны ее обсуждать. Конечно, лучше всего было бы, если бы все мы единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию, которую мы имеем», – заявил литовский президент. Все эти союзники Украины создают стратегическую двусмысленность. Они дают понять, что война против Украины при любом раскладе будет невыгодна Путину и не приведет к победе России, а Запад сделает все, чтобы помешать Кремлю. В интервью The Economist Макрон отдельно подчеркнул, что Россия не должна одержать победу, и именно эта цель должна предопределять действия союзников Киева. Макрон недвусмысленно напомнил, что изначально страны НАТО отказывались даже от идеи отправки танков и самолетов в Украину, а потом передумали. То есть вопрос отправки войск стоит при каких обстоятельствах. Сам же президент Франции на этот вопрос и отвечает, что решение о введении войск в Украину может быть принято в случае, если россияне прорвут линию фронта и при наличии соответствующего запроса от Украины. При этом он отметил, что украинская сторона пока не обращалась с такой просьбой. В этом и состоит стратегическая двусмысленность. Если Путин остановится, он проиграет. Но тут партнеры Украины ставят условия. Если Путин продолжит войну, то ему придется столкнуться с реальными войсками НАТО, а не теми солдатами Альянса, которых российская армия третий год побеждает по телевизору. Сможет ли сегодняшняя армия России тягаться с войсками НАТО? Философски отвечу в конце темы. Да, у России есть ядерное оружие. Но, как оказалось, повышать ставки за счет него могут не только у Путина. Тот же ястреб войны Эммануэль Макрон заявил, что французское ядерное оружие могло бы стать частью европейской обороны. И пришло время обсудить этот вопрос, передает Франц-24. По его мнению, надежная европейская оборона должна выходить за рамки той защиты, которую уже предлагает НАТО. И да, граждане этих стран не хотят войны. Поэтому сегодня им лучше помогать Украине, которая сдерживает натиск России. И важно, что союзники уже начинают понимать. Для того, чтобы им не пришлось отправлять своих солдат на войну, нужно прекратить рисовать для Украины красные линии. Например, в вопросе ударов по российским военным объектам с помощью оружия этих стран. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража стала первой официальной особой, которая заявила о том, что Украина должна наносить удары по объектам в России с помощью вооружения стран-партнеров. В интервью «Европейской правде» она сказала, что сейчас Украина получает оружие от западных партнеров с публичным предостережением избегать ударов им за пределами Украины. Однако, считает Бража, такой подход может измениться. И даже больше он уже меняется. Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений, сказала глава Медлатвии. Бража добавила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя, потому что здесь есть выбор. Или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо. Конец цитаты. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал 3 мая 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи Украине столько, сколько это потребуется. При этом он добавил, что Лондон не возражает против использования оружия партнеров по объектам на территории России. Об этом он заявил в интервью Reuters. Очень важно, что Европа уже обсуждает такие вопросы. Важно, что украинские союзники понимают, что агрессору нужно дать по зубам для того, чтобы деэскалировать ситуацию. Да, присутствие войск НАТО в Украине не эскалирует, а деэскалирует ситуацию. Третья мировая приближается не из-за передачи помощи Украине, а наоборот. Чем больше Путин сможет заполучить безнаказанно, чем больше сможет себе позволить, тем выше вероятность Третьей мировой войны. Коалиция, которая готова отправить войска в Украину, способна остановить Путина, а вот Путин на Украине остановиться не способен. Но все-таки, а сможет ли армия России сегодня действительно противостоять войскам в стран НАТО? В одной из статей Медиадокса я прочитал интересную мысль для размышления, которую хочу с вами поделиться. Она звучит так, далее стата. Можно предположить, что при существующих численности, оснащении, организации, снабжении, уровне потерь и подготовке российская армия в Украине демонстрирует тот максимум, на который она способна. Вряд ли российское командование сознательно останавливает войска, способные продвигаться быстрее. Украина активно готовится к первому глобальному саммиту мира, международной конференции, которая должна пройти в середине июня 2024 года в Швейцарии. На встрече мировых лидеров Киев с союзниками собирается договориться о том, как давить на Россию, чтобы вынудить Путина прекратить войну на условиях Украины. И в этом моменте у многих может возникнуть вопрос, а вообще возможно ли принудить Путина к миру? Спойлер. Возможно. Но как? Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру, заявил 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Киев приглашает представителей более 100 стран на конференцию мира высокого уровня 15-16 июня, которая пройдет на горном курорте Бюргеншток возле города Люцерн в Швейцарии. Почему вокруг этой встречи уже развернулись теории заговора и масштабные закулисные игры? Какую роль в давлении на Путина может сыграть Китай? И почему Россию отказываются приглашать за стол переговоров? Вечером 29 апреля российская армия в который раз совершила акт жуткого террора против гражданского населения и показала, как она умеет воевать с безоружными мирными украинцами. В этот день Россия нанесла удар баллистической ракетой с боевой частью кассетного типа по Одессе. Удар российской армии пришелся по обычной городской набережной, где прогуливались люди и где нет никаких военных объектов. Что из себя представляет баллистическая ракета с боевой частью кассетного типа? Если очень просто, то представьте себе ракету, у которой есть такие специальные контейнеры. Они открываются в воздухе и в рассыпную бьют тем, что в этих контейнерах находилось, более мелкие снаряды. Кассетные боеприпасы относятся к категории оружия неизбирательного действия, ведь они поражают широкую площадь, не отличая военных от мирных жителей. Не говоря уже о том, что россияне целенаправленно били по территории, где не может быть никаких военных объектов. Вот посмотрите на кадры этого ужасного российского теракта в Одессе 29 апреля. Это видео выложили в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора Украины. Одесская набережная – это популярное место для отдыха гостей города и местных жителей. По ней россияне сознательно нанесли удар аккурат после Большого христианского праздника – Вербного Воскресенья. Вот что написал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин об атаке на Одессу. В радиусе 1,5 километра от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основание полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев. Вследствие ракетного удара российской армии по Одессе 29 апреля есть погибшие десятки пострадавших среди мирных граждан. Это лишь один из тысяч примеров того, с каким противником на самом деле вынуждена сражаться Украина. С противником, который позорно бьет по старикам и детям. И после таких террористических актов в России сразу становится понятна позиция украинской власти. Там не с кем говорить. Поэтому страну войны на саммит мира не приглашают. Руководство России сначала всячески пыталось проникнуть на конференцию. Потом, когда стало понятно, что ее там не ждут, у Путина заявили, мол, и не собирались ехать на такую встречу. А теперь вовсе Кремль пытается саммит мира сорвать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 апреля. «У нас есть точная информация от разведки, конкретные данные о том, что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но и имеет конкретный план. Как это сделать? Как уменьшить участие стран? Как действовать, чтобы мира не было еще дольше?» Завил Владимир Зеленский. Представители Москвы неоднократно заявляли, что Россия не собирается уважать границы Украины. Москва отвергает мирный план Киева из 10 пунктов, предусматривающих прекращение боевых действий и вывод российских войск из Украины. Россия желает, чтобы так называемые переговоры проходили на ее условиях. Почему так называемые? Потому что ничего общего с переговорами ультиматумы Москвы не имеют. У Путина просто предлагают Украине сдаться путем переговоров. Москва отказывается добровольно покидать оккупированные украинские территории и считает, что Россия не должна расплачиваться за нанесенный ущерб. Тысячи смертей, пытки среди гражданского населения, кражи украинских детей, разрушенные дома и жизни. Более того, Россия хотела бы использовать так называемое перемирие как паузу для того, чтобы восстановить свои силы и продолжить кровавую войну. Уже не только против Украины, но и против других стран Европы, таких как Литва, Латвия, Эстония, Молдова или Польша. Чтобы этого кошмара не допустить, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников Киева быть решительнее. И судя по увеличению количества передаваемой в последнее время западной помощи, есть ощущение, что партнеры все же прислушались к такому напутствию. В эфире телеканала CNN 27 апреля он заявил следующее. «От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И, во-вторых, отсутствие страха перед Путиным, потому что Путин – политическое животное, которое чувствует страх. И когда он его чувствует, он становится более агрессивным. Если он почувствует силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступить», – заявил Дмитрий Кулеба. «Ультиматумы Москвы не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому и нет ничего странного в том, что представителей России не зовут на саммит мира». Мы знаем, что нет смысла находиться с Россией за столом переговоров, если вы не можете обеспечить добросовестность ее действий за этим столом. Это фундаментальный принцип – добросовестность. Поэтому первый саммит не предусматривает Россию в качестве участника, потому что цель этого саммита – объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых они будут выстраивать свои дальнейшие действия. И тогда коммуникация с Россией сможет состояться, и Россия сможет стать участником переговоров. Но если мы пригласим Россию сейчас, они просто воспрепятствуют саммиту и будут делать все, чтобы лидеры покинули площадку без чего-либо осязаемого и достижимого. Поэтому всех, кто задается вопросом наличия России за столом переговоров, я приглашаю изучить реальность того, как Россия ведет переговоры. Тем более Путин сегодня является подозреваемым. В отношении него Международным уголовным судом в Гааге выписан ордер на арест за кражу украинских детей. Поэтому остается лишь вариант давить на Путина, чтобы у того не осталось возможности продолжать преступную агрессию против Украины и все больше втягивать мир в бездну войны. Но как это можно организовать? Наибольшая интрига сохраняется в вопросе присутствия на саммите мира Китая, который имеет мощное влияние на Россию. Как раз вокруг этого сейчас идет очень серьезная дипломатическая гравит. Если КНР будет участвовать в саммите, это станет значительной победой Украины. И Россию очень беспокоит факт того, что Китай сегодня готов о чем-то говорить. На сегодняшний день действительно есть страны, которые будут подыгрывать Кремлю в унисон, попытаются повлиять на имидж саммита. Это отдельные страны Африки и Латинской Америки, те, кто в ООН голосует против признания агрессии России. Но Кремль очень волнует позиция Пекина. Можно подумать, что эта страна иногда играет на стороне России, но на самом деле все куда сложнее. Китай пользуется российской ситуацией для того, чтобы защитить собственные интересы. Китай всегда находится на стороне Китая. Пекин хочет участвовать в написании новых правил миропорядка. Вот смотрите, в начале, когда Москва еще пыталась протиснуться на саммит мира, Пекин путем шантажа настаивал на участии Кремля. Мол, если не будет России, то не приедут и представители Китая. Это была попытка КНР диктовать свои условия. Шантаж не сработал. Россию так и не пригласили. США и страны Европейского Союза продемонстрировали твердость и показали, что Украина не сама. Несмотря на неудачный шантаж, на антизападную риторику все еще остаются шансы того, что Пекин все же примет участие в саммите мира. Дело в том, что западный рынок важен Китаю. А значит, Западу есть что предложить Пекину. Кроме того, обсуждение украинской формулы мира – это путь к установлению основополагающих принципов существования нового мира. И будет как минимум странно, если страна такого уровня влияния, как Китай, откажется от создания этих принципов на уровне фундамента. Что же касается того, как принудить Путина участвовать в содержательных переговорах, Глава Украинского МИД в интервью «Гвардиан» заявил, что Украине необходим успех на поле боя и поддержка коалиции стран, которая выступит за мирную формулу Владимира Зеленского о выводе российских войск, репарациях и трибунале над Путиным. Рассчитываем на то, что в Швейцарии все же организуется та самая коалиция мирного плана, а свежая помощь от партнеров поможет достигнуть Украине успеха на поле боя. Украинскую формулу уже поддержали более 80 государств мира. Среди них страны ЕС, а также многие другие государства. Например, в реализации отдельных пунктов лидерство уже взяла Япония. И Украина хочет привлечь еще те страны, которые раньше были, если так можно сказать, нейтральными по отношению к российской агрессии и сотрудничали с Россией экономически, такие как Китай, Индия или некоторые страны Латинской Америки. Саммит в Швейцарии – это в первую очередь возможность откинуть другие так называемые мирные предложения и прийти к единому плану действий. Потому что озвучиваемые ранее планы были несправедливыми в отношении Украины, а капитулятивные предложения России – это вообще не вариант для обсуждения, ведь Кремль просто предлагает Киеву сдаться. Москва воспринимает это мероприятие как угрозу. Россия задействовала весь свой дипломатический десант, чтобы сорвать встречу Швейцарии, поэтому сейчас нужно быть готовым к разным информационным вбросам. Очевидно, что весь процесс обсуждения формулы мира будет сопровождаться мощной пропагандистской кампанией, но Украина готова достойно принять это сражение. Главная цель Путина – сделать все, чтобы война продолжалась. Путин болен войной и на самом деле не заинтересован в мире. Само слово «мир» в России при Путине оказалось под запретом, из-за него можно загреметь за решетку. Сейчас у Украины впервые за время полномасштабной войны появилась реальная возможность достичь этого мира, и это не будет какой-то условный Минск-3, который заморозит войну. Работа над формулой мира – это не только возможность защитить людей, которые просто прогуливаются по набережной в Одессе от атак баллистических ракет. Это возможность и для других стран не узнать, каково это. Союзники Украины проявляют серьезную решительность, военную и дипломатическую, и все ради победы Украины в защите от преступной, ничем не спровоцированной агрессии России. Такой была эта неделя. Я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока.